Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим. Мы с вами о канале Пиратская жизнь. Посмотрела два видоса. Второй видос с Мишаней. Ну и поход, прогулка по Покровке, как всегда. Ну и за заказами. Значит, ну что, Нинога решила накормить Мишаню. Фофа на прислуге. Да, подрабатывает у Нинки прислугой. Готовит кофе, да. А Нинка Мишаню подкармливает колбаской, да. Так Вовку опустила эта жесть. Мы, говорит, тут с Мишаней, а Фовка, да, говорит, нам готовит кофе. Конечно же, слушайте, а искраснелась-то она, как вся ноги свои эти голые, завалила на табуретку. И это что-то. Это, наверное, чтобы Мишаня обратил внимание на ее копыта. Ну, честное слово, это какой-то ужас. Сидела счастливая, прям аж горела от счастья. Было заметно, что, знаете, вот с Фовкой она реально устала. Она не видит абсолютно никакого внимания от мужика своего. А тут появился Мишаня, и все, Нинка расплылась. Что интересно, в конце же Мишаня ее опустил по полной, когда Нинка решила предложить найти, значит, Мишане женщину. И Мишаня сказал, надо худую, чтобы он был толстый. То есть он дал понять, что такие жирухи, как и Нинка, его не интересуют. Ему нужна худая женщина. Так что, Нинок, все, ты уже в пролете. А на самом деле, ребята, это такое фу-фу-фу, это просто жесть. Сидит и говорит, мы с тобой, Мишаня, 20 лет знакомы. Типа, ну, а с Фовкой сколько она там, 8 лет, да, в браке. А с Мишаней 20 лет. Да, типа, якобы мы с тобой Крым и Рим прошли, да. А Фовка потом уже появился, когда Нинка уже нагулялась по полной. А сейчас таскает своих хохолей к себе домой, одаривает подарками, кормит. Вот дела, ребят, вот дела. И еще Нинок говорит, что мы ей завидуем. Ужас. Кстати, вы знаете, вот Мишаня, он, по-моему, ну, такой же, да, такой же, как и Фовонька. Только, ну, Фовонька, он чуток звездонутий. Ну, и, значит, заговорили, что-то они там про образование. Ну, и намек на Фовоньку, который не имеет образования. Да, короче, армия и стаж работы там какой-то совсем-совсем мизерный. Че он там, картошку где-то чистил. Ну, и работал охранником. На шоу Вовонька сказал, что кто закончил якобы высшие учреждения и имеет одно высшее образование, тот уже пациент Кащенко. Ребят, я так ржала, я думаю, пипец, Фовонька, ты вообще образования не имеешь, а тебе уже давным-давно туда пора под ручку со своей женушкой. Ну, и, короче, че, сидели кофе пили, колбасонькой кормили Мишку, да. И Нинка уже звала Фовоньку, иди уже садись, я тебе разрешаю, иди уже, иди уже, я позволяю тебе сесть. Ну, и эти понты, что вот кофе такой классный, такой вкусный, а вот купила здесь вот такой вот он мягкий, такой вообще кайфовый. И это такие гнилые понты, такая гнилая показуха, что вот у нас есть якобы кофемашина. На самом деле обычная кофеварка, да, самое, что не есть простое и неинтересное. Ну, а дальше уже Фовонька запустил пылесос. Нинка показательно, значит, еще спрашивает, там, Вова, ты там что-то там сделал, да, там с пылесосом? Это чтобы уже Мишаня слышал, что у них есть еще якобы дорогущий робот-пылесос. Уржаться, ребят, какая же гнилая показушница, как же она любит похвастаться. Она вот просто не может, не может, чтобы не похвалиться. А телефонами-то как понтовалось, какой она себе там прикупила, какой Фовке прикупила. Слушайте, ходят немытые, грязные, в драной этой обношенной, обсосанной одежде, нестиранной, да, экономят на воде, экономят себе на шмотках. Зато носят эти телефоны дорогущие в кармане. Это, наверное, чтобы все, опять же, завидовали. Я не думаю, что Ниног прям такой ценитель техники. Но гнилые же понты никто не отменял. Перед Мишаней же надо хвастаться, хвастаться и еще раз хвастаться. Нинка, как же ты жалко смотришься, ужас, какая же ты хвастунья. Но правильно, остается только хвастаться чем? Телефонами, холодильником, содержимым холодильника, потому что больше ничего нет. Счастья-то у бабы нет. Одно счастье в жратве, в телефонах. И все. Забитая, затурканная баба, у которой подруг нет. Не, ну, Натаха это не подруга. Еще Натаха, похоже, не слышала, а может и слышала голосовые в сторону своей мамы. Ой, ну, как мне кажется, Натаха ее не отправит никуда подальше. Натахе важно, чтобы был Василек периодически, ну и чтобы брата ей не вернули назад. Ну и на днюх уж собираются. К Дашке на днюху Нинка уже даже цветы приглядывала. В магазине обцапала, облапала, как всегда. Кто ей позволяет руками цапать эти цветы? Я не знаю, бы же ее выгнала из магазина, если бы пришла такая покупательница. Не купить, а пощупать цветы. Иди отсюда. Не хочешь покупать, значит, не трогай руками. Смотри глазами. Но нет, надо было подцапать еще и поснимать. Какие они там, свеженькие или не свеженькие? Ну и что интересно, осталось еще Ромашку дождаться в гости. Вот так вот и получается, ребят. Таскает только мужиков своих бывших к себе домой. А Фофонька все это сглатывает. Это же надо. Какая же низость мужику. Хотя он может быть и рад, ребят, что на нее кто-то смотрит другой. Пускай она там расплывается перед другими, но только не пристает к Фофке. Ну а дальше они там шлялись, да, проходили мимо, получается, пятерочки или магнита, где у них стаканчики забирали. И уже кофе там оказывается невкусный, нехороший, то стонало, хвалило постоянно. А как стаканчик забрали, все, кофе уже стал плохой, уже стал невкусный. Зашли в какую-то очередную забегаловку, купили по булке с печенью. Ну и тут булка оказалась негодящая, печени мало. И кофе тоже негодящий дома, вкусней. Короче, трындец, все. Нинку начнут скоро выгонять из всех заведений. Тогда, может быть, уж и про покровку ей придется забыть. Потому что все не так, да все не эдак. И кофе негде попить, и невкусный он. Короче, капец. Ну и что, купила она там какой-то себе воск для башки, чтобы укладывать жирные свои эти патлы, которые она не моет, потому что экономит на воде. Ну, чтобы купить себе пожрать и парочку новых гаджетов. Ну, а дальше там они в магазин еще зашли и набрали, как всегда, там колбасы. Ну, да, самое важное, проклондосы. Чтобы трусы не стирать, как нам Нина рассказывала, учила своих зрителей, что если ежедневные прокладки носить, то трусы можно не стирать по целой неделе. Что и делает Нина, да. Ну, и что еще там, мясо, да, купили мясо, дорогие помидоры, дорогие огурцы, пирог, ну и батарейки. Да, еще морс, потому что клюква стоит дорого, сахар тоже дорого для Нинки, поэтому проще взять и купить морс, да. А он прям натуральный-натуральный, такой натуральный, как сама пиратка. А еще она не могла никак начать съемку, распаковку. Фовка мешал, сморкался в ванной, видимо, в умывальник. Ну и знаете, он же у нее еще любитель глышом бегать. Правда, на сей раз она этого не говорила, да, не повторяла. Поэтому пришлось известись, изнервничаться, пока Фовка там справит все свои дела. Хорошо, что еще в туалет не пошел. Да, не устроил там бомбежку. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться. С вами всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok